Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Краеугольный камень христианского учения – вера в воскресение Христа из мертвых. Это событие более всего подтвердило, что Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, есть всемогущий Бог. С самого начала апостольская проповедь была проповедью воскресения. Апостолу Павлу принадлежат такие слова «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». В воскресенье предшествует сошествие Спасителя во ад. Об этом в послании апостола Павла Христианам Эфеса сказано так. «Он и нисходил прежде в преисподние места земли». Как? Каким образом это произошло? Когда тело Спасителя покоилось во гробе, его человеческая душа сошла в глубины ада. Что такое ад? Это слово греческого происхождения. Оно значит «место, лишенное света». Христианское учение под адом понимает духовную темницу, царство тьмы кромешной. От этого состояния отчуждения от Бога, невозможности лицезрения его света и приобщения его блаженства. Следует иметь в виду, что смерть Спасителя не привела к разрушению единства Бога-человека. В едином лице Христа две природы соединились неразлучно. Естество божественное никогда не отделялось от естества человеческого, ни во время страданий, ни после смерти. И хотя душа отделилась от тела, божество Христа ни с телом, ни с душой не разлучалось. Для чего Спаситель сошел в ад? Мириады человеческих душ томились в преисподней. Страдающим в аду людским душам Спаситель проповедовал Евангелие, благую весть о победе над смертью. И после того, как многие поверили Ему, они были спасены. Со шествием в ад Господь заставил бежать от лица Ему сатану, которого апостол Павел называет «имеющим державу смерти». В первом соборном послании апостол Петр пишет, «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал». Это свидетельство Священного Писания совершенно исключает ложное толкование, согласно которому Иисус Христос в ад не сходил, а праведников вывел оттуда некой божественной силой. Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день после Его смерти, то есть точно так, как Он много раз предрекал ученикам. Спаситель умер в пятницу и воскрес в воскресенье. Первыми об этом узнали воины, которым приказали стеречь гроб Господень. Они известили иудейских первосвященников и старейшин. Гонители Христа испугались и подкупили стражи, чтобы те объявили всем, что ученики Его, придя ночью, украли Его. Из последователей Христа первыми узнали о Его воскресении женщины, которые следовали за Ним из Галилеи. Церковь называет их женами-мироносицами. У гроба перед ними предстали ангелы и сказали, «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес». В воскресении Спасителя трудно было поверить даже Его ученикам. После того, как апостолы увидели, что гроб пуст, ни у кого из них, за исключением Иоанна Богослова, не возникло мысли о воскресении. Сама по себе пустота гроба не была бы серьезным аргументом в пользу воскресения, если бы в пещере не осталось погребальных одежд. Обряды иудеев были таковы, что снять пелены с тела умершего было практически невозможно. Вероятно, именно это обстоятельство окончательно убедило апостола Иоанна в факте воскресения. Апостол Фома продолжал сомневаться, даже после того, как другие ученики Христа свидетельствовали ему о явлениях воскресшего. В течение сорока дней Спаситель являлся апостолом. В книгах Нового Завета описываются десять явлений воскресшего Христа ученикам. Спаситель продолжал говорить им о величайших тайнах Царствия Божия. Слова символа веры воскресшего в третий день по Писаниям заимствованы из первого послания апостола Павла Коринфяна. Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. По Писанию означает, что Христос умер и воскрес так, как о том написано в книгах Ветхого Завета. Например, у пророка Исаии. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Или у псалмопевца Давида «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». В Ветхом Завете есть указание и на воскресение в третий день, прообразом которого было тридневное пребывание пророка Ионы в чреве кита. «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи», пишет евангелист Матфей. «Воскресение Христово означает победу над грехом и освобождение человечества от смерти. Таким образом, телесное воскресение Христа – это удостоверение действительности искупления. В противном случае крестная смерть была бы лишь позорной казнью, мученичеством за идею и не имела бы искупительного значения. «Воскресение Христа – это залог и нашего воскресения. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», пишет апостол Павел. «После всеобщего воскресения смерть будет окончательно изгнана из мира. Последний враг истребится смертью», говорит апостол. «В земной жизни Господь не раз воскрешал умерших, однако все возвращенные им к жизни не избежали смерти потом. Только воскресший Христос уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Воскресение Христово – не просто оживление, возвращение в то биологическое состояние, которое было перед смертью, но преображение человеческого естества, качественное изменение его состояния. В воскресении человеческая природа Христа наполняется вечной жизнью Царствия Божия. В воскресении Христово – это таинство и нашего приобщения божественной жизни, бессмертия и нетления. «Услыши те, кто посредник земли» и 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 «Услыши те, кто посредник земли» Продолжение следует...